Здравствуйте! Это просто про сетевые протоколы, и сегодня мы поговорим про профилирование трафика. Возможно, вы это знаете как DiffServe Traffic Conditioner, Metering или Single Rate 3-Color, Two Rate 3-Color Metering. Этот функционал описывается в спецификациях RFC, Single Rate 3-Color описывается в 26.97, Two Rate 3-Color описывается в 26.98. В принципе, достаточно понятно. Если у нас три цвета, то должно быть два порога, по которым эти цвета распределяются. Два Threshold, два условия. Желтый порог и красный порог. И желтый, и красный порог это числа, у которых есть определенное максимальное значение. И система стартует, когда у желтого порога значение максимальное, и у красного порога значение максимальное. И происходят две параллельных процедуры, два параллельных процесса. Первый процесс — это уменьшение значения Threshold. Каждый раз, когда мы получаем трафик, для каждого пакета в этом трафике происходит сравнение с желтым и красным порогом. Если в желтом пороге достаточное значение, чтобы оно могло быть уменьшено согласно полученному пакету, этот пакет остается зеленым. Если в желтом пороге достаточное значение, чтобы оно могло быть уменьшено на значение соответствующее полученному пакету, пакет зеленый. Достаточно зеленый. Достаточно зеленый. Если в желтом недостаточно, но в красном пороге достаточно значения, чтобы оно могло быть уменьшено в соответствии с полученным пакетом, Пакет желтый. И только если и в желтом, и в красном недостаточно значения, чтобы оно могло быть уменьшено согласно полученному пакету, пакет становится красным. Правило соответствия пакетов достаточно простое. Метеринг может работать в двух режимах. Пакеты в секунду PPS и байты в секунду BPS. Если митеринг работает в режиме пакеты в секунду, то тресхолды пороги уменьшаются на единицу на пакет. Один пакет получили, на единицу уменьшили. Если он работает в байтах в секунду, пороги уменьшаются на размер пакета в байтах. Вот так просто. Второй параллельный процесс это периодическое увеличение значения порога на единицу. Вот здесь просто на единицу. С определенной частотой. Порог увеличивается с определенной частотой, пока не достигнет максимального значения. Если достигнет максимального значения. И тогда, если оба порога увеличиваются с одной частотой, с одинаковой скоростью, которая в системных настройках называется CIR. То есть он увеличивается CIR раз в секунду на единицу оба тресхолда. Это Single Rate, Three Color Matter. А если для каждого тресхолда есть своя скорость, своя частота увеличения, которая настраивается в системе как CIR и PIR. Тогда это Two Rate, Three Color Matter. Вот так просто на самом деле. И система работает, когда оба этих процесса идут одновременно. Получая трафик для каждого пакета, система пробует уменьшить значения порогов желтого и красного. И одновременно в параллель с определенной частотой и увеличивает их на единицу. И в зависимости от того, как для каждого пакета соотносятся значения этих порогов, пакет окрашивается в зеленый, желтый или красный. Вот так. Просто прометеринг. Но есть еще одна фича, которая иногда бывает не очень понятна. Это Color Awareness. Извините, я не нашел, как это перевести. Color Awareness. По определенным настройкам внутри системы мы можем получать пакеты, которые уже были предварительно окрашены. И здесь действует предельно простое правило. Цвет пакета не может быть улучшен. Это значит, что если пакет предварительно был окрашен красным, он остается красным. Безусловно. Если пакет был окрашен желтым, он сравнивается только по правилу с красным порогом. Потому что он либо может остаться желтым, либо, если в красном пороге недостаточное значение, он становится красным. И только пакет, который предварительно был зеленым, проверяется по всем двум порогам. По желтому и по красному. Потому что он может либо остаться зеленым, либо стать желтым, либо красным. В зависимости от выполнения тех условий, которые мы рассмотрели выше. Вот так. Просто. Хорошего дня. Доброе утро. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...